Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Сегодня мы с вами начинаем новый месяц, май, который, уверен, будет также полон важными макроэкономическими событиями, фундаментальными новостями, которые имеют очень важное значение для большинства тех инструментов, которые мы с вами используем в трейдинге. Конечно же, прежде всего, нас интересует вот совсем скорое, ближайшее воскресенье, потому что должен пройти второй тур и пройдет выбор во Франции. Это, пожалуй, тот новостной фонд, который является определяющим для евро, потому что мы каждый раз, когда пытаемся фундаментально определить, что может произойти с европейской валюты, понимаем то, что сейчас на повестке есть один очень серьезный потенциальный негатив. Это победа представителя радикальной партии Мари Липен, которая седует и выступает за выход Франции из состава Европейского союза. Мне не нужно, думаю, вам рассказывать, каким последствиям, в принципе, это может привести, хотя, наверное, будет правильно сказать, что эти последствия будут очень трудно предугадать за короткую перспективу. Но вряд ли, если все-таки она одержит победу в ходе второго тура выборов во Франции, вероятность этого присутствует. Вы вспомните, насколько, скажем, рынок недооценивает победу того же самого Трампа. В итоге именно он стал новым президентом США. В любом случае, победа Мари Липен не станет фактором роста для европейской валюты, потому что будут все основания говорить об исключительном негативе потенциальной автономии, в которой пойдет развитие французского государства. Но все-таки до этого события еще неделя. У нас в ходе предстоящих пяти дней также достаточно других фундаментальных новостей, событий. Я думаю, что каким бы активом вы не спекулировали, в ходе этой недели найдете тот фундамент, который будет интересен для вас. Но самый важный – это, безусловно, заседание ФРС, публикация процентной ставки. Это, собственно, предстоящую среду. И в пятницу статистика по американскому рынку труда Non-Farm Perils, которую мы будем использовать для определения вероятности уже повышения ставки в июне. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что у нас сейчас наблюдается на рынке нефти, динамика и тенденция не меняется. Мы снижаемся к лосс пятницы 51,84, сейчас чуть повыше – 51,91. Как и раньше отмечал уже, думаю, что у нас сейчас разворачивается довольно-таки уверенная и, возможно, результативная попытка «Медведей» все-таки продавить этот инструмент в порядке поддержки 50 долларов за баррель. А вот что касается фундамента, то каждой недели у нас еще несколько козырей, которыми мы можем в перспективе щеголять, чтобы оправдывать вот эти самые идеи. А что остается определяющей идеей для всего рынка? Конечно же, ожидание того, что в конце этого месяца на встрече представителей ОПЕК и 11 государств, которые не входят в ближневосточный картель, будет принято соглашение продлить действия энергетического факта. Эту тему мы с вами обсудили уже вдоль и поперек и пришли к выводу сначала субъективному, что эта сделка вряд ли будет результативной, потому что первый этап первого полугодия уже доказал то, что она не работает, потому что рынок по-прежнему в состоянии исключительно избыточного предложения и никаким дефицитом, который нам обещали еще в конце 16-го года постфактум первого полугодия 17-го, им даже и не пахнет. Плюс ко всему, ряд стран ОПЕК уже сразу заведомо выразили скептицизм по поводу этой сделки. Отмечают то, что если она будет продлена, то это фактически еще один период, достаточно продолжительный полгода, период подаренный США, чтобы те продолжали свою экспансию на глобальном рынке. В целом эта ситуация будет и дальше подрывать моральный дух ОПЕК, потому что тем придется мириться с фактом сокращения собственной доли. Самое интересное, что из-за собственных же действий. Вот в связи с этим у вас, конечно же, есть возможность на основании того, что я вам рассказывал и буду продолжать это делать на основании того, что вы сами нарыли в средствах массовой информации по этому соглашению. Может быть, есть своя точка зрения, свое видение, я прошу поделиться, собственно, ей на нашем канале на YouTube, потому что там у нас вот сложилась очень хорошая тенденция в последние недели, когда очень много трейдеров высказываются о том, что может произойти со самыми актуальными инструментами. И это расширяет кругозор, в принципе, расширяет наше сознательное трейдерское сообщество и позволяет, собственно, выходить нам, наверное, на более объективное мнение по тому или иному инструменту. Что касается статистики, мы о ней говорили очень много, с вашего позволения. Я сейчас не буду останавливаться на запасах прошлой недели, я не буду останавливаться на прочих факторах, которые связаны с отыгрыванием настроенческого новостного фона. Я просто хочу предложить вам два еще релиза, которые мы не освещали, но к которым готовились. Это статистика пятницы от Беккер-Хьюса. Количество нефтяных терминалов снова выросло с 688 штук до практически 700. Вывод тоже на поверхности. Значит, ждем увеличения нефтедобычи в Штатах. Напомню, что недели ранее мы констатировали прирост по добыче на 21 тысячу пар или в сутки, что еще больше повысило скептицизм по поводу эффективности сделки ОПЕК и еще раз доказало то, что США в принципе нивелирует все вот эти усилия, которые предпринимаются регионами ОПЕК. И еще очень важный момент. Мне было крайне интересно посмотреть по цифрам, что происходит с спросом на топливо, на бензин и на производные нефти в США. Потому что если вы внимательно следите за статистикой, вы помните то, что последние недели мы наблюдаем картину, когда сезонность по идее должна располагать повышенному спросу на то же самое топливо и нефть по переработке со стороны МПЗ. Но вместо этого мы наблюдаем рост запасов бензина и в принципе по-прежнему актуальная идея увеличения запасов нефти. Так вот, статистика указывает на то, что спрос на бензин, друзья, на самом деле сокращается второй месяц подряд. И за последний месяц он просил на 218 тысяч баррелей в сутки до 8-9. А что касается спроса на нефть в целом, то он также снизился на 2,5%. Практически на 500 тысяч баррелей в сутки до 19-18 миллионов. То есть это еще один статистический фундаментальный повод, указывающий на то, что на рынке что-то не так в плане достижения баланса. И эта статистика явное доказательство того, что мы с вами просто обязаны сейчас вместе с нефтью снижаться ниже поддержки 50 долларов за баррель по бренду. Потому что эта статистика подтверждает тот факт, что баланс он не просто не достигнут, а напротив в избыточное предложение на фоне крайне скутного спроса и недостаточных аппетитов. Контраст этого форма только усилился, даже невзирая на те действия, которые предпринимаются ОПЕКом. Дальше идем. 56,89 котировки традиционной для российского рынка валютной пары доллар-рубль. Мы держимся по рублю рядом с отметкой 57. Это выше, чем неделю назад. Хорошо, поскольку это первый сигнал того, что рубль все-таки начинает возвращаться на землю и дисконтировать все те предпосылки для девальвации, о которых мы с вами говорили. Вот, кстати, те, кто следит за индустрией рынка Форекс, фондовых рынков, знают то, что в пятницу и в субботу в Москве прошла выставка Форекс Экспо. У меня была возможность поучаствовать там в качестве спикера. И вот с, опять же, коллегами зашел разговор о перспективах рубля. Так вот, многие считают то, что у рубля на текущий момент есть шансы обозначить какой-то новый локальный экстрем в плане бодрости. Из-за того, что актуальные торговые идеи связаны с керитрейдом. Даже несмотря на то, что вот ставка рефинансирования была снижена, как вы знаете, на полпроцента в минувшую пятницу. И считается то, что отпугнуть инвесторов от идеи керитрейда сейчас сможет только резкое снижение процентной ставки, которая, скорее всего, пока что не прогнозируется. Ну и плюс ко всему, кто-то видит возможности для укрепления рубля как через спрос на ликвидность актива российского рынка, вот через размещение облигаций федерального займа, выпуск, который состоится, собственно, инициированный Министерством финансов. Он пройдет в эту среду и считается то, что удастся привлечь не меньше 300 миллиардов. Интересная, конечно же, идея. Я не разделяю такую позицию, поскольку считаю, что операция керитрейда и, в принципе, то, что связано с ними, уже давно неактуальна для российского рынка идея. Опять же, то, что происходило с российской фондой явно тому доказательство в последние месяцы. Я считаю то, что мы, как и раньше, можем настраиваться на то, что рубль все-таки находится в фазе, пусть отложенного эффекта, но неизбежного по девальвации. Нужен дождаться вот этот какой-то скрытый триггер, который, наверное, на рынке объявится в ближайшее время. Потому что мы уже откатились в район 57. Нефть находится рядом с поддержкой 50 долларов за баррель и, возможно, тестирование этой технологической планки спустит вот этот крючок и позволит нам увидеть более высокие цены по этому дуэту активов. Напоминаю, что мы вправе рассчитывать на движение в район 58-60 рублей против американца и думаю то, что лично меня ничто не заставит отказаться от этой идеи. Надеюсь, что многие из вас разделяли эту же позицию. Доллар японская иена. Здесь стоит отметить то, что пара в целом находится в восходящем ключе. Это то, что нам нужно, потому что мы поставили с вами на рост американца, поскольку верим то, что ФРС уже подошел к очередному периоду и возможности для повышения процентной ставки. Условия в целом системно не изменились для повышения процентной ставки и, скорее всего, ФРС. Действительно, я думаю, то, что в июне пойдет на этот шаг, хотя есть и спекулянты, считающие то, что в эту среду мы можем услышать об ужесточении монетарной политики. Но это будет супер, конечно же, потому что такой новостной фонд доллар непременно играет серьезным ростом. Но я все-таки придерживаюсь более, менее консервативного сценария и считаю то, что следующее повышение процентной ставки состоится в июне. Плюс ко всему, благодаря тому, что подходит и уже, в принципе, завершены первые 100 дней президентства Трампа, наконец-таки Трамп начал не только, скажем, пугать рынок через профессиональные действия, но и отчасти простимулировал хотя бы таким интервентным ходом представлением плана налоговой реформы, который еще, безусловно, будет обсуждаться. Но это хоть что-то, как говорится, на безрыбье и рак, щука. Мы получили, наконец-таки, этот сигнал. Налоговая реформа будет в том ключе, в котором обещал Трамп еще во время своей предвыборной кампании, то есть до ноября прошлого месяца, точнее, прошлого года. Снижение процентной ставки для корпорации на 20% будет очень много, для физиков тоже, думаю, будет хороший повод. Соответственно, те бенефиты, которые получит сейчас американский бизнес, станут еще одним поводом для дальнейшего разгона каткосочных процентных ставок. Ну и статистика, друзья. ВВП, к сожалению, разочаровал 0,7% против прогноза просто на 1,2% по итогам первого квартала. Минимальное значение за последние три года. Но думаю, что это следствие, опять же, сезонных факторов, которые вряд ли будут повторены во втором квартале. И индекс расходов на личное потребление здесь серьезный рост с 2% до 2,4% и мичиганский индекс по-прежнему находится на очень высоких значениях. 97, небольшой спад с прошлого показателя, 98. И сегодня на азиатской сессии у нас, в принципе, американский фундамент приободрил немного, потому что, как вы знаете, в Конгрессе США удалось достигнуть соглашение о продлении финансирования правительства до середины сентября. Это позитивный знак. Поскольку доллар не особо сейчас еще отреагировал на эти новости, думаю, что мы можем увидеть еще отложенный эффект сохранения вот этого позитивного настроя дальше. В общем, начало недели многообещающее. Надеюсь, то, что пара доллар-японская иена с текущих 111,69 точно закрепится и уйдет выше сопротивления 112. То есть, сохраняем время длинную позицию по американцу. Евро против доллара в пятницу получила поддержку. Европейская валюта, поскольку вышли довольно сильные отчеты по индексу потребительских цен. Опять же, в годовом выражении базовый индекс 1,2 с роста с прошлого 0,8%. Я все-таки обращаю ваше внимание на то, что, наверное, сейчас стоит больше доверять тем комментариям, которые сделал Драги буквально за сутки до этого. Вы помните то, что в ходе заседания Европейского Центрального Банка председатель ИЦБ Марио Драги отметил то, что программа количественного смельчения останется неизменной до конца этого года, поскольку даже несмотря на локальные посылки роста, все равно базовая инфляция находится под давлением. Я склонен больше верить комментариям Драги, потому что в конечном счете от него зависит, какие решения будут приниматься по денежно-кредитной политике. И если у нас есть с вами шанс еще говорить про беспрецедентные стимулы, давайте не будем мудрить и искать основания для ужесточения там, где их нет. Особенно в одном отчете, пусть и таком хорошем, как вышел в пятницу. Соответственно, по европейской валюте я склоняюсь в пользу прежней идеи, связанной с тем, что мы можем увидеть коррекцию. Особенно по факту приближающегося второго тура выборов во Франции. Доллар-франк, внимание сейчас на эту валютную пару, поскольку в пятницу в ходе выступления председателя Национального банка Швейцарии Джорн отметил то, что политика не просто будет в том ключе проводиться дальше, в котором, а сейчас, напоминаю то, что ставки на крайне низком уровне по депозиту минус 0,75 соток. Это одна из самых низких ставок, точнее, самая низкая среди развитых стран. И если вы забыли, почему ставки на таком низком уровне, я напоминаю то, что Национальный банк Швейцарии не хочет, чтобы рос спрос на национальную валюту. Потому что на текущий момент складывается ситуация, когда укрепление франка подрывает конкурентоспособность национальных производителей. И от этого страдают показатели ОВП и потребительской активности. Те действия, которые были уже предприняты, работают. И Национальный банк Швейцарии в лице Джорна в пятницу подтвердил то, что ставка может даже быть снижена до 1%, если в ходе каких-либо форс-мажоров на рынке, эскалации геополитической напряженности снова возникнет спрос на защитные инструменты, к которым традиционно относится франк. Если деньги потекут в швейцарскую экономику и непосредственно будут выступать причиной укрепления курса франка, тогда ждем интервенции, которые в принципе частенько и регулярно проводятся Национальным банком Швейцарии. Как используем этот фундамент, как оправдание того, что доллар-франк в ближайшие дни, я думаю, что можно говорить так, окажется выше проритетного значения. Доллар-канадец. Канадская валюта снижается, причин много. Это слабая статистика последствия за рыночными продажами, которые были опубликованы в начале прошлой недели слабыми. Был еще и показатель ВВП в пятницу. Статистика плохая, всего лишь нулевой прирост, то есть никакой с прошлого значительно 0,6%. Помимо слабого фундамента мы еще помним про те действия протекционистского характера, которые были объявлены со стороны администрации президента США, когда Трамп решил повысить экспортные пошлины на пиломатериалы на древесину из Канады, отметив то, что следом под эти ограничения могут попасть и молочные продукты. Плюс ко всему на рынке до сих пор обсуждают возможности выхода США из торгового соглашения нафта, что будет крайне болезненно воспринято всеми торговыми партнерами Соединенных Штатов по Америке. Поэтому по Канадцу мы, скорее всего, и дальше будем снижаться. Судя по тому, что сейчас котировки уже 1,3672. Я считаю то, что пара при неизменности фундамента может достигнуть отметки 1,40. Но еще раз отмечаю, что на этой валютной паре мы уже неплохо заработали. Я считаю, что сейчас присоединяться к обычному ралли крайне рискованно. Если хотите рискнуть все в ваших руках, потенциал для роста пары еще присутствует. Фунт против доллара. Находимся мы сейчас на локальных хаях 1,2907. Фунт полностью проигнорировал статистику по ВВП. К сожалению, ну на самом деле не к сожалению, а к счастью для медведей статистика оказалась очень плохой. 0,3% квартальный рост с прогноза 0,4%. Также в годовом выражении фактическая цифра не дотянула до прогноза. Это следствие, опять же, слабой розницы потребительской активности и состояния ключевых секторов британской экономики. И на мой взгляд, это все является итогом того, что Англия очень много потеряла постфактум Brexit. И плюс ко всему еще у нас ведут переговоры, которые только разворачиваются, друзья. Нас будут ожидать эти словесные баталии еще. В общем, они еще впереди. И плюс ко всему, 8 июня внеочередные парламентские выборы. Но никак я не могу поставить на рост фунта с учетом такого фундамента, но и продавать пока тоже боязно. Поэтому, хоть я и обещал, что к паре фунт-доллар мы с вами вернемся в плане трейдинга, я прошу прощения. И с вашего позволения давайте возьмем еще паузы на несколько дней и посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Из важных событий сегодняшнего дня. В 14.45 выступление министра финансов США Манучина, который, в принципе, в последние недели взял на себя статус более серьезного провокатого для движения курса, чем даже у Джанет Хеллина, который возглавляет американский регулятор, и у Трампа. Поэтому не нужно преуменьшать значимость сегодняшнего выступления Манучина, который в последнее время высказывался довольно-таки положительно о сильном долларе. Если риторика будет схожа с прошлыми заявлениями, будем отыгрывать рост американцев. В 15-30 личные доходы, личные расходы, в 16-30 индекс производственной активности в Канаде. Вслед за прошлыми слабыми релизами, я думаю, то, что у нас новый тренд слабых данных, что может стать причиной еще большего давления на канадскую валюту. И в 17.002 очень важных отчетов по штатам, это активности в производственном секторе ISM и индекс разгона инфляции. Жду еще больше поддержки для доллара. Собственно, друзья, на этом все. Надеюсь, что материал был вам полезен. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули в эти выходные, собрались силами и готовы к спекуляциям. Готовы к тому, чтобы вернуться к крайне насыщенному фундаменту, который нас ожидает в ходе этой недели. Ну, я, разумеется, буду с вами. Завтра мы с вами увидимся, как всегда, в 9.30 по Москве. И плюс ко всему, сегодня еще и вебинар в 16.30. У кого есть возможность, присоединяйтесь, обсудим основные события прошлой недели и посмотрим, как можно торговать основным фундаментом на этой неделе. Если есть вопросы, как и всегда, форма маркетс к вашим услугам. И плюс ко всему канал на YouTube. Оставляйте комментарии, вопросы и, конечно же, не забывайте про большие пальцы, лайки. Спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всего доброго. До свидания.